Это наши старые знакомые, дядюшка Кибербобер и его племянники. Сегодня они отправились на велопрогулку по Беловежской пуще. Бобрята еще не видели многих животных в их естественной среде обитания. Конечно, было бы клево встретить зубра или бурозубку, но впереди на тропинке пляшут две энергичные белки. И это тоже удача. Надо угостить пушистиков орешками и снять их танец для своих телеграм-каналов. Да-да, вы не ослышались. У племянников уже есть свои телеграм-каналы. И они часто соревнуются друг с другом. Кто из них снимет лучший контент и сорвет побольше лайков и просмотров. Эта суета умиляет сентиментального дядюшку Бобра. Племянники идут в ногу со временем. Телеграм один из самых популярных мессенджеров в мире. Через канал в нем можно легко и удобно донести свои идеи, делиться опытом, знаниями или просто шерить свой лайфстайл с другими бобрятами. Каналы в телеграм бывает двух видов. Публичные и закрытые. Первые доступны всем. Любой желающий может найти их через поиск и подписаться на обновление. Закрытые каналы создаются только для своих. Попасть в них можно лишь по ссылке приглашению от администратора. Подписчики читают канал, но писать в него может только создатель. В отличие от телеграм-группы, где все участники отправляют сообщения в чат. А если включить комментарии, гости канала смогут еще и обсуждать посты. Если кто-то из бобрят захочет похулиганить и станет портить атмосферу твоего канала, его можно забанить в настройках. Ведь бобры мирные существа, они против травли и буллинга. Успешному каналу нужно придумать классное название. Пусть оно будет коротким и отражает суть твоего творчества. Лучше не называть открытый канал своим именем и не указывать своих личных данных в описании. Это сделает его более анонимным и безопасным. Такой канал сложнее украсть. В целом, будь внимателен к тому, что постишь в открытом канале. Не стоит публиковать важную личную информацию. Ведь на него могут подписаться не только пушистые зверьки, но и хищные птицы. Чтобы усилить безопасность, рекомендуется установить двухфакторный пароль. Пароль – это ключик к аккаунту, а значит и ко всей информации, которая хранится в нем. Двухфакторная защита добавляет еще один замочек на твой канал, и взломать его станет труднее. Попроси родителей, чтобы они настроили и сохранили такой пароль для тебя. Последнее, что можно сделать – это включить автоудаление кэша. Когда ты листаешь телеграм, все фотки и видосы загружаются на твой телефон для ускоренного просмотра. Это и есть кэш. Со временем он может занимать много места на твоем устройстве. Взрослые помогут тебе настроить телеграм так, чтобы старые неиспользуемые файлы удалялись с телефона, например, через месяц после загрузки. Бобрята еще дома настроили удаление кэша, поэтому сейчас на их телефонах столько свободного места, что можно снять всех белок Беловежской кущи. Веселые ребята, подпишусь на их канал, подумала хитрая Бурозубка, наблюдая за племянниками из своей норки. А вы подпишитесь на канал Дядюшки Кибербобра, там собрано много полезной информации по цифровой безопасности. К тому же, старику будет очень приятно. Субтитры подогнал «Симон»